Мы рады приветствовать вас! Дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры на очередной встрече, посвященной изучению Библии в рамках субботней школы. Мы продолжаем изучать тему великой битвы между Богом и дьяволом. И сегодняшняя тема поможет нам узнать о том, какую роль святилище играет в этой битве, и как понимание истинное святилище может изменить нашу повседневную христианскую жизнь и поможет нам стать ближе к Богу. Дорогие друзья, мы благодарны тем, кто смотрит эту передачу не только в Молдове, но и за пределы нашей страны в странах ближнего зарубежья. А также мы получаем приветствие из США. Мы всем вам желаем особых благословений, здоровья и радости от Господа. Призываем быть не только зрителями, но своей активностью способствовать тому, чтобы познание Бога распространялось среди наших друзей, среди наших родственников. Будьте активны, когда нажимаете кнопку «Нравится», «Поделиться», когда пишете комментарии, когда вы пишете, откуда вы смотрите. Делитесь ссылками на христианские передачи со своими онлайн-друзьями. Очень хотим и молимся о том, чтобы наши близкие, наши родные встретились с Господом, и чтобы их жизнь изменилась. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Александр Шокин и специалист в области общественного здоровья Светлана Коломеец. Добро пожаловать. Да, благодарим. Вместе с нашими друзьями мы проникнем в то, что сегодня человеку невидимо. То есть мы будем говорить о невидимых субстанциях, вещах, о которых мы только можем прочитать в Священном Писании. И я призываю, чтобы мы правильно могли понять эти невидимые божественные истины, просили у Бога мудрости и руководства для этого. Помолимся. Дорогой любящий Господь, мы так благодарны Тебе за Твое Слово, в котором Ты открываешь нам свою любовь и свою волю относительно жизни каждого из нас. Мы благодарны Тебе и за этот урок о святилище. И мы просим у Тебя, чтобы Дух Твой Святой вразумлял нас, когда будем изучать эту тему, и чтобы могли узнать еще ближе о Твоем чудесном замысле и о том, чем Ты занимаешься, Господи, сегодня, и что Ты делаешь для каждого жителя Земли. Мы все это просим во имя Твое. Аминь. 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 Говоря о святилище, сегодня мы используем выражение «храм», «церковь». Но в некоторых культурах святилище. Что такое святилище? Какова функция святилища? Что говорит Библия о святилище, Александр? Святилище — это особое место. Место присутствия Бога. В этом месте Бог себя открывает людям. Он посылает откровения тоже со святилища. Это место, где Бог хочет обитать среди людей. Также святилище является местом, где Бог встречается с людьми. Если мы хотим приблизиться к Богу, встретиться с Ним, то именно святилище было этим местом. И еще Библия говорит о том, что святилище — это место, где Бог установил свой престол. И именно святилище Бог управляет. Если мы внимательно изучим Святое Писание, мы увидим, что есть земное святилище. Оно называется еще храмом, называется еще скиния, палатка, шатер. А есть небесное святилище. И вот это земное святилище на самом деле является своеобразным таким вот макетом. Или как притча. Притча — иллюстрация того, что происходит в небесном святилище. Поэтому, когда мы подробно изучаем книги Святого Писания, где описывается служение святилища, они иллюстрируют нам, что Бог делает для нашего спасения. Поэтому святилище — это то место, где Бог решает наши проблемы, где Бог решает проблему греха, где Бог желает нас спасти. Вы сказали о том, что существует земное святилище и небесное. Что говорит Библия о земном святилище? О том, что там происходило, для чего оно было? И что Библия говорит о небесном святилище? Ну вот давайте прочитаем Исход, 25 глава, 8-й, 9-й и 40-й текст. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Всё, как я показываю тебе, и образец киньи, и образец всех сосудов её, так и сделайте». И 40-й текст также повторяет. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть Господь Моисею в особом откровении в подробностях показал, как построить скинию вместе со святилищем для того, чтобы зримо присутствовать среди своего народа. То есть, чтобы сделать вот это место, где Господь в столпе огненном, в столпе облачном присутствует среди народа, и где происходят определённые обряды. То же самое существует. То есть то, что было сделано на земле, оно сделано было по образцу небесного. И евреям 8-я глава с 1 по 6-й текст говорится о том, что есть небесное святилище, в котором есть перевосвященник, «воссевший десной престол и величие на небесах, и он есть священный действитель святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». И вот это соотношение земного и небесного, оно нам дано для того, чтобы, во-первых, израильский народ, принося жертву в этой скинии, они видели и понимали, что каждый грех приводит к смерти, и надеялись, что, проливая кровь агнцев, они получают прощение, потому что надеялись на жертву Иисуса Христа, который спасёт их от грехов. И вот истинное святилище, которое небесное, дальше уже нам открывает, уже имеет те же части и святое, и святое святых. И вот мы, как люди здесь на земле, которые не можем сейчас пощупать, увидеть, можем только читать и вникать в эти сложные истины. Нельзя сказать, что это так просто открыть, прочитать. А, ну да, всё понятно. Но в то же самое время те символы, которые нам показаны в святилище, даны нам для того, чтобы мы узнали о Боге, о Его замысле, о том, что Он нам предлагает, какой выход Он нам предлагает по причине того, что человечество согрешило и должно погибнуть. Ну, легко было нашим предшественникам осознать, увидеть и ощутить эту цену. Они тогда это всё видели и пробовали. Да, то есть грешник приходит, он убивает невинное животное своей рукой, которое приносится в жертву. Он понимает цену этой, и он задаёт вопрос, почему невинное животное должно проливать кровь за него, за грешника. Сегодня мы можем увидеть это земное, эти образы? Есть ли смысл в служении сегодня и в восстановлении земного святилища? Я знаю о том, что есть люди, группы людей, которые мечтают о том, чтобы был восстановлен тот храм Соломона, святилище, третий храм, да, возобновить вот эти служения. Если небесное — это вечное, то почему сегодня нет того земного, которое имело ту форму и те обряды, о которых говорит Ветхий Завет? Вот это земное святилище, которое Бог дал как образец, как макет, как иллюстрацию или как притчу, можно ещё так добавить. Я бы сравнил это с имитатором. К примеру, готовятся лётчики к полёту. Они обучаются. Лётчик не может сразу же сесть у руля самолёт и управлять им. Для этого делается специальный такой аппарат-имитатор, у которого лётчик как пилот тренируется, практикуется. То есть он изучает, как это работает, как работает этот механизм. После того, как он прошёл этот курс обучения, он уже садится за настоящий руль или управляющий этот аппарат самолёта. И он управляет уже настоящим самолётом. Зачем ему обратно возвращаться к имитатору? Имитатор — это был такой подготовительный этап. Тренажёр. Тренажёр. Это был тренажёр, который готовит пилота управлять настоящим самолётом. В какой момент человечество пересело от имитатора на настоящий? Как раз приход Христа, Его смерть, Его воскресение, вознесение на небо и восседание по правую сторону Отца в небесном святилище, мы как раз перешли от имитатора к настоящему, к оригиналу. Исследователи Библии считают, что тот момент, когда были произнесены слова, совершилось, и когда разорвалась завеса в храме, которая разделяла святое от святого святых, в этот момент утратил смысл вот эти прообразные богослужения, жертвоприношения, потому что тень встретилась с телом, прообраз встретился с образом, с Иисусом Христом. И уже дальше всё, что указывали жертвы на Христе, оно исполнилось, поэтому не было необходимости в жертвах животных, когда Христос принёс себя в эту жертву. И тут ещё есть такой нюанс, что Христос был и жертвой, и Христос и священником является. То есть если в земном святилище это было разделено, была отдельно жертва, был отдельно священник, то когда уже истинный образ пришёл, то есть Иисус, Он и умер за нас, то есть Он и жертвой был, и Он же стал и нашим священником, первым священником, который до сих пор ходатайствует за нас в небесном святилище. Здесь маленькая цитата, то, что сказала Светлана, красиво кто-то выразился. Иисус — это не только Агнец, который умер за нас, но Он же и священник, который живёт ради нас. Он и Агнец, который умер, и священник, который живёт ради нас. Спасибо. С нашими друзьями на прошлой передаче мы говорили о самом удивительном, загадочном пророчестве, часть которого исполнилась с приходом Иисуса Христа в 77-м, а другая часть исполнилась в другое время. Это пророчество о 2300 вечерах и утра. Это самое длинное пророчество в Библии, и в этом пророчестве есть такие удивительные слова о том, что пройдёт 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится. Пройдёт 2300 вечеров и утро, и святилище очистится. И вот внимание многих исследователей Библии были обращены на вот это событие, о том, когда закончится этот период, о том, что произойдёт в конце этого периода. О каком очищении святилища идёт речь в этом пророчестве Данила 8 главе, 14 тексте о 2300 вечеров и утро. Что было в святилище такое, что необходимо было, чтобы оно очищалось? Если святилище очищало грехи других людей, то зачем нужно было ещё и святилище очищать? Пророки очень часто описывали события будущего языком прошлого. Бог установил в качестве иллюстрации как и всё святилище, так и этот ритуал, который должен был проиллюстрировать, какую работу совершает Бог в небесном святилище, чтобы решить проблему греха. И этот ритуал имел в себе символический характер. К примеру, приносились двух козлов в жертву, одного закалывали, брали его кровь, заносили туда во внутрь святилища, кропили кровью, на другого козла возлагали. Это происходило каждый день или это было один раз? Это происходило раз в год. Это происходило раз в год. Да, в действительности, земное святилище, оно имело в себе определённую структуру построения. Был двор, потом шёл сам храм или скиния. А эта скиния делилась на две комнаты или две секции. Первая секция называлась «Святое», вторая секция называлась «Святое святых». Вот эта структура, двор, святое, святое святых, всё это иллюстрация того, что Бог делает на небесах по решению наших проблем с грехом. Например, двор указывает на жертву Христа, его смерть на Голгофском кресте. То, что совершалось в первом отделении святилища, святое, которое называется, «Святое место», там приносился хлеб, воскуряли фимиам, который символизирует молитвы святых, поддерживали свет. То есть хлеб, свет, фимиам, это всё говорит о том, что Бог заботится о наших физических и духовных нуждах, поседневных. И вот третья комната «Святое святых» — это особое служение, которое совершалось только раз в год. Оно как бы завершает весь цикл годового служения в святилище. И вот в «Святом святых» совершался вот этот обряд, который в библейском языке называется «очищение святилища». Когда святилище, место, где присутствие Бога, очищается от греха. Грех удаляется из среды. В течение года люди приходят, ткаются, приносят жертвы, и вот эта ответственность, вина людей, она перекладывается на святилище. На святилище в присутствии Бога. И в конце года, в особый год, в особое время происходила вот эта церемония очищения святилища. Как называлось это в Библии? Да, в еврейском языке называется «Йом-Кипур» — «День искупления», когда народ получал полностью освобождение от вины греха. Народ чувствовал себя оправданным перед Божьим судом. Поэтому этот ритуал, который совершался ежегодно, пророк Даниил, используя язык этого ритуала, говорит в пророчестве о событиях будущего. В 8 главе там говорится, что события, видения в вечерах и утрах относятся к отдаленным временам или относятся к последнему времени. И если мы берем во внимание, что Даниил сказал, что это событие последнего времени, то мы не можем отнести слова «святилище очистится» к земному святилищу, потому что сегодня, живя в последнее время, нет этого земного святилища. Он разрушен. Он разрушен 2000 лет тому назад. И учитывая, что земного святилища нет, и учитывая, что в послании к евреям ясно говорится, что Иисус вошел в небесное святилище, мы делаем следующий вывод. Пророчество Даниила, что через 2300 вечеров и утр святилище очистится, относится не к земле, а к небу. Не к тому, что совершалось на земле, когда приносились в жертву эти козлы и другие животные, а к тому, что совершает сегодня Христос за нас там на небесах, решая наши проблемы. Поэтому вот это пророчество с этой символической цифрой 2300 потому что день равняется году в пророчестве, оно относится к концу времени и началось именно с 1844 года. Это то, что мы изучали из предыдущей темы. Если взять все эти цифры, даты, подсчеты, мы приходим именно к середине XIX века. Отсюда Бог уже завершающий этап совершает перед пришествием Христа. Человек, современный человек, который слышит вот эти понятия о том, что день искупления в Израиле, день очищения святилища, как вы сказали, в 1844 году, может задать вопрос, а для меня что это значит? Ну, был день искупления, святилище очищено. Что это значит для меня сегодня? Как это может повлиять на мою жизнь? В том, что святилище очищено или происходит что-то для меня невидимое в небесном святилище сейчас, то, что я видеть не могу, могу только знакомиться, читать. Как это может повлиять на жизнь современного человека? Суд — важная тема в Библии, и она очень много раз поднимается, и суд — это то, что пугает людей. Вот Даниил, 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из-за народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Даже люди далёкие от изучения Библии, может быть, которые отвергают Бога, все понимают, что они живут в какое-то особое последнее время, когда много происходит разных событий. Видна вот эта борьба добра со злом, и через сердце каждого человека проходит эта борьба, и Дух Божий влияет на каждое сердце, на сердце атеиста и на сердце верующего человека, потому что Бог никого не оставит без этого призыва к покаянию и к переосмыслению, к тому, чтобы человек задумался и принял решение. для нас сегодня, верующих, задача в том, чтобы исследовать своё сердце с помощью Духа Божьего, и чтобы смиряться перед Богом, и чтобы признать Его жертву, и обрести это спасение, которое Он нам предлагает. И в то же самое время наша задача и других об этом информировать, то есть рассказать об этом, это сложные истины. И особенно сложно говорить о том, что где-то там происходит рассмотрение дела каждого из нас. Человек может сказать, да что ты мне лапшу вешаешь на уши? Но книга Даниила, она настолько таинственная, но настолько интересная, и многие-многие люди, можно сказать, жизни посвятили тому, чтобы изучить её. Я призываю всех наших слушателей, зрителей, чтобы также углублялись, изучали книгу Даниила, потому что здесь очень много написано именно для нас. Написано для того, чтобы мы разбирались, понимали и жили. Вот в соответствии с этим понятием. Наверное, легко понимать духовные образы, если находишь пример из повседневной жизни. Я вспомнил свидетельство моего знакомого, которого забрали машину на эвакуаторе, на штрафплощадку. И когда он пришёл за машиной, то ему говорят, да, мы, говорит, вам отдадим, но вам необходимо сначала заплатить все штрафы, которые у вас есть, все нарушения. И когда, говорит, инспектор открыл досье, то, говорит, я понял, что для меня наступил час суда. Потому что, если бы набралось бы 15 пунктов, лишения права, то меня бы эти права бы забрали. Я, говорит, я с таким трепетом, таким волнением ждал этот вердикт, когда он посчитает и что-то скажет. Но он бы насчитал, он насчитал все нарушения, и нужно было заплатить не только за то, что машина была в неположенном месте, но необходимо было заплатить и те, и другие, подписаться, и другие неуплаченные штрафы. Когда, говорит, я их заплатил, то я, говорит, по-особенному смотрел на эти камеры, на этих полицейских, на эти правила, потому что понимал, что если еще одно нарушение до конца года, то дальше я уже буду ходить пешком. И вот в контексте этого Бог приведет на суд все, что мы делали, и наши мысли, то есть невидимые камеры, они сканируют не только нарушения, которые происходили физически, но и которые происходили ментально, и то, что мы делали в своем разуме. Как говорит Иисус, о том, что тот, кто в своем сердце это делает, он уже нарушает. И когда мы пристаем перед этим судом со всеми не пятнадцатью, а тысячами пунктов нарушения, мы понимаем, что конец, вердикт этого суда, это будет лишение не прав на управление, а лишение жизни, спасения. И вот это ожидание, оно тревожно, оно дает напряжение, страх. Но представьте о том, что появляется добрый друг, родственник, который говорит, я знаю, что у тебя за душой нет и гроша, чтобы ты рассчитался за эти нарушения, но я тебя люблю, мы же с тобой родственники. И я, говорит, вместо тебя оплачу все эти штрафы. я спросил у друга, а как, говорит, тебе удалось выйти, у тебя штрафов было же больше на чем 15. Он говорит, ну понимаешь, говорит, у моей жены тоже есть права, поэтому мы эти штрафы поделили поровну. Говорит, она же тоже могла ездить за этой машиной, поэтому часть, говорит, на них, на нее, часть на меня, а в отношении со святилищем Господь говорит, я готов из любви к тебе понести наказание и я все штрафы забрать. Да, я на себя это все возьму. Да, потому что это вопрос жизни и смерти уже, вопрос справ. И вот, когда мы выходим, мы понимаем, что идет святилище, Бог нас оправдывает, Он нас защищает, Он нас спасает. И вот дальше, когда ты выходишь оправданный, когда ты выходишь из этого зала суда с мыслью о том, что ты уже невиновен, что за тобой уже нет этого наказания за твои нарушения, что ты будешь делать дальше? Да. Будешь ли ты нарушать? то есть, какое будет твое отношение к поседневной жизни? Дальше, какое будет твое отношение ко Христу, который за тебя уплатил, за твой грех? И вот, мысли об этом дне суда, об этом дне искупления, о том, что произошло. Если человек понимает это, то я уверен, что это изменит его отношение к поседневным решениям, которые он делает. То есть, он это будет делать не потому, что будет бояться наказания, а потому, что он будет ценить то прощение, которое ему даровано. По-другому будет отношение к Богу, который не потому, что он этого заслужил, а потому, что он такой милостивый и добрый решил дать ему вот этот шанс, дать ему право жить, жить вечно. То есть, я думаю, что это очень важная тема о святилище, важно для понимания, и это может повлиять на нашу повседневную жизнь, на наши решения, на наши отношения с Богом, понимание того, что происходит в небесном святилище здесь и сейчас. Да. Этот праздник Йом-Кипур до сих пор еще есть в еврейской традиции, он празднуется, и как это практически делается, накануне перед праздником Йом-Кипура люди смиряются, они самоанализируют себя, анализируют свою жизнь, имеют возможность исповедовать перед Богом свой грех, свои проступки, которые были совершены. И еще один важный момент, они мерятся друг с другом, если где-то был конфликт, ссора, недопонимание, могут позвонить, слушай, прости меня, вот я тогда накричал, или там я вспыхнул тогда, прости, давай померимся, как-никак сейчас, день примирения, потому что Йом-Кипур это еще и день примирения, мы примиряемся друг с другом, мы примиряемся с Богом, но приятная весть в том, что Йом-Кипур должен был закончиться от печали радостью, радостью того, что мы прощены, что мы освобождены, что мы обновлены для новой жизни, для нового, да, поэтому, действительно, небесный суд, он влияет на нашу жизнь, где-то мы должны смириться, где-то мы должны покаяться, где-то мы должны помириться, а где-то мы радуемся тому, что Бог даровал нам победу, даровал нам прощение, и это вдохновляет нас дальше жить другой жизнью. В культуре, в нашей православной культуре есть понятие воскресенье, когда прощают, да, то есть в особое время люди прощают, просят прощения, вы сказали, о иудейской культуре, наверное, у протестантов в связи с вечерей у них есть такое, да, но ведь ты можешь не дожить до этого воскресенья, или для этой субботы, для этого дня, и понимания о том, что важно иметь примирение с Богом, и идет следственный суд, побуждает нас искать примирение с Богом и с окружающими, не в особые какие-то дни, а каждый день в нашей жизни. Что говорит Новый Завет, что говорит Павел в посланиях евреям, о том, как истина о небесном святилище влияет на отношение человека с Богом и его внутреннее состояние на его жизнь? Когда апостол Павел описывает, что Христос совершает ради нас в небесном святилище, он делает громкие призывы. Я хотел бы зачитать ключевые фразы, слова, которые использует Павел именно в контексте этой темы. Что делает Христос для нас во святилище? Он призывает держаться. То есть вот эта надежда, которую дает нам Христос в святилище, мы должны за нее держаться каждый день. Или другой термин, приходить с дерзновением. Когда мы виноваты, когда мы чувствуем себя грешными, нам кажется, что Бог оставит нас, что Бог отвернулся от нас, потому что мы грешны, мы согрешили. Павел воодушевляет, приступай с дерзновением, там Христос за тебя, он тебя представляет, он в тебя заступается. искушает, повергает человека в мрак греха, и потом человек, ощущая свою греховность, дьявол говорит человеку о том, что ты проиграл, ты упал. Бог тебя никогда не простит. За такой грех Бог тебя не простит, ты не примет, у тебя нет никакой надежды, поэтому что ты дергаешься, напрягаешься, что-то пытаешься, все. Ты уже обречен. Ты уже обречен. А Павел говорит, приступай с дерзновением, не падай духом, еще раз обращайся ко Христу. Еще другой термин, который использует Павел, не оставляйте. То есть это единственная надежда, которую мы не должны оставлять. Она актуальна каждый день. Каждый день мы можем воспользоваться вот этой благодать, этим преимуществом, которое дает нам Христос. Поэтому, если мы посмотрим, что делает Христос в небесном святилище, и как это влияет на мое отношение с Богом, это вселяет мне надежду. Я живу с надеждой, что Господь готов меня принять и простить. Это дает мне примирение с Богом. Я воссоединяюсь с Богом. И истинно святилище также уверяет мне в прощении. Бог мне прощает. Каждый день мы все равно еще где-то согрешаем, падаем, разочаровываемся. А вот святилище дает нам надежду. То есть человек, который был противником Бога, врагом, встретился с Иисусом, принял его своим спасителем, заключил завет с Богом, и он не получил иммунитет от греха. И после своего обращения, после завета с Богом, он может оступаться и падать, и грешить. Да. И святилище говорит о том, что хотя Бог хочет, чтобы мы не грешили, но даже у того, которого, человека, который согрешил, есть надежда прийти к Богу, раскаяться. И это может произойти в любой момент. То есть не надо ждать дня, не нужно искать места, не нужно искать человека. 24 часа, 7 дней в неделю в любой точке земного шара грешный человек оступившийся, упавший может обратиться и его голос будет услышан в небесном святилище и он получит ответ прощен. Аминь. И это дает надежду, это дает мир, это дает радость, это дает свободу. Это помогает продолжать битву, противостояние дьяволу, потому что за нами есть не только святилище, но есть и священник. В чем особенность служения Христа в небесном святилище? Чем отличается служение в земном святилище священника Христа как первого священника в небесном? Евреям 10 глава, вот прочту 11-12 стих. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, то есть Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесной Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Вот разница в том, что Христос как истинная жертва один раз принес себя и один раз решил эту проблему греха. То есть нет необходимости еще в одной жертве или еще в одной жертве. А вот в чем особенность Его как священника? В чем отличие небесного первосвященника от земного? Христос ходатайствует за каждого из нас. Он указывает на себя, на свои заслуги. Он праведник является ходатаем за нас грешных. То есть не по нашим заслугам, а только Его праведность является причиной нашего спасения. Спасибо. Скорее всего земные священники они такие же грешные, такие же слабые, как и мы все рядовые. И земные служители, священники нуждаются во Христе, во Христе. Во Христе как ходатайи. То есть нет человека, который был бы праведным. Земные священники, у них нет заслуг, которые могли бы покрыть мой грех. А вот Христос, как безгрешный, как чистый, непорочный Агнес, говорю языком Библии, у Него есть те заслуги, которые решают мои проблемы. Поэтому Христос, как первосвященник, Его заслуги, Его праведность покрывают мою греховность. Спасибо. Дорогие друзья, каждый из нас может оказаться в своем жизненном пути в обстоятельства мрака, падения греха, безнадежности, отчаяния, угрызения совести. Когда мы начинаем искать свет, искать ходатая, искать посредника. Кто-то ищет ходатая среди людей, среди святых, среди ангелов, но Библия призывает нас искать и найти истинного ходатая и посредника в Иисусе Христе, который является всегда живым, всегда открытым, тем, который понимает нас, который близок к нам, тот, который доказал свою любовь, отдав свою жизнь за каждого человека. Свет со святилища может осветить и твою жизнь, принести в нее надежду, мир, радость, если ты, не откладывая примирение с Богом, с ближними на завтра, сделаешь шаг к Нему сегодня, сейчас, как к своему Спасителю, как к своему Ходатаю. И Он обязательно услышит, ответит и даст тебе мир. Приглашаю об этом молиться. Отец наш Небесный, мы хотим поблагодарить тебя за добрую весть, за Евангелие, которое мы имеем в служении нашего Спасителя Иисуса Христа в Небесном Святилище как первого священника. Именно это служение дает нам надежду, именно это служение дает нам силы бороться со грехом, именно это служение дает нам примирение с тобой, поэтому мы смело с дерзновением приступаем и в этой молитве к тебе, к нашему Спасителю. И просим Господь, чтобы ты простил нас, очистил, дал нам силы дальше бороться с грехом и в тот славный день пришествия Христа получить ту награду, которую мы не заслуживаем, но через заслуги Христа, чтобы ты, Господь, благословил нас этой наградой, спасением и вечной жизнью. Ждем, ожидаем и верим и надеемся. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, благодарны за то, что были внимательными слушателями до конца этой передачи. Помните, что в великой битве, которая продолжается на этой земле, мы являемся не зрителями, а прямыми участниками. И желаю, чтобы Господь в этой битве каждому из нас помог быть победителями. Всего доброго, до встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова